Здравствуйте, мои дорогие зрители! С вами школа рукоделия Вика. Сегодня я разберу вот этот вот кардиганчик. Девчонки, очень много было просьб на него. Но были такие фотографии, которых невозможно было рассмотреть. И я не совсем понимала, как он сделан. Кстати, я его уже видела в витрине в магазине. И вот съемки вот эти вот, как бы я заскринила. Видео с инстаграм-аккаунта с женской одеждой. У кого взяла видео, предоставляю ссылку под видео в описании. Пожалуйста, переходите, смотрите много красивых вещей. Не реклама, просто пользуюсь их фотографиями. Это не в первый раз фотографиями и видео. Поэтому оставляю ссылку. Вот. Никто мне за это не платил. Так, значит, что касается самого кардигана. Он представлен в одном размере. Я почитала там комментарии. Вот. Значит, разбор будет краткий. Он, в принципе, несложный, но хотя и непростой. Опять же, как предыдущий наш был от Брунелла Кучинелли. Значит, что нам основные две мерки. Вернее, три. Опять рисую кривые ручки, ножки. Значит, одна мерка. Это ширина. Вторая мерка. От кисти до кисти. Вот. В разложенном виде. Это ширина. Ну, как бы, ну да, в разложенном виде. От кисти до кисти. И длина. Так. Понятно. Значит, что мы делаем? Обязательно начинаем со спинки. Мы набираем петли по ширине изделия, какое мы хотим. Далее. Узор. Один ряд. Первый ряд. Лицевые петли. Второй ряд. Изнаночные петли. Третий ряд. Изнаночные. Четвертый ряд. Лицевые. И повторяем с первого ряда. Такие полосочки лицевой глади чередуются с изнаночной гладью по два ряда. Вот этот узор используется и для переда, и для спинки. Просто передняя деталь у нас вяжется по диагонали. Вернее, поперечным. Ну да, поперечным вязанием, как правильно сказать. А задняя снизу вверх. А передняя от застежки в бок к рукаву. Значит, сейчас все нарисую. Значит, спинка. Мы набрали петли по ширине. Далее, мы должны добавлять петли. Вот, до... То есть, высоту мы вяжем до... Как бы, не до проймы, девчонки. А там, где находится сгиб локтя. То есть, это выше талии, но ниже проймы. Вот примерно ориентировочная точка. Вот мы до этой точки должны расширить наше... Как бы, полотно до того, знаете, до скольки. Вот эту вот часть мы возьмем и отнимем манжет. Манжет, то есть, вот эту мерку, допустим, 150 сантиметров. Мы отнимаем манжеты. Манжеты там широкие. Где-то по 15 сантиметров. То есть, минус 30 это будет манжет. То есть, если здесь у вас, допустим, ширина 60 сантиметров, то вам нужно добавить что? 60. То есть, здесь 30 и здесь 30. Чтобы у вас получилось полотно в ширину 120 сантиметров. Вот. Далее мы вяжем ровно на, как бы, вход в отверстие в рукав. И потом мы вяжем здесь, как бы, скос плеча. По три петли. Я бы сказала, что там по три петли. Независимо от плотности. По плотности там будут корректироваться количество рядов. То есть, если меньше плотность, то меньше рядов. Если больше плотность, то больше рядов. В общем, вы вяжете и там, между прочим, цельновязанная горловина. То есть, вы когда сделаете... Тут у нас по три все время мы вяжем поворотными рядами. Можно незаконченными потом соединить. То есть, пока вы не приблизитесь к горловине. Скажем, 20 сантиметров это приблизительно. Может быть, 18 сантиметров, может быть. Наверное, меньше 18 сантиметров я бы не делала. Это 18-20 сантиметров. И на высоту еще 5 сантиметров. Итак, заднее полотно вяжем снизу вверх. Ширина. Ширина до манжета. Вот она. То есть, общая ширина. Далее скос плеча. Далее горловина. Что касается полочки. Мы ее... Значит, вот здесь вот у нас будет половина. Будем отталкиваться от половины деталей. И полочка у нас будет вот где-то на 20... Да, на 20 сантиметров плюс 20 сантиметров. Это сюда. То есть, вот этот запах и то, что у нас висит там, да. Вот так вот у нас будет выглядеть полочка. Значит, мы набираем. Здесь у нас есть ширина деталей. Вернее, высота детали. И нам нужно набрать вот примерно, где у нас начинается горловина. То есть, вот такое вот расстояние в сантиметрах. Ну, вы уже по спиночке определите, где у вас примерно начинается вырез горловины. Вот. По спинке вы увидите от 10 сантиметров где-то здесь. То есть, от верха это будет примерно 15 сантиметров. И набирайте вот эту вот, как бы, величину. Вот. Вяжем поперечным вязанием. И вяжем до вот этой вот точки плюс 20 сантиметров. Вот в этом месте, вот мы находимся, мы набрали вот эти вот петли. И нам нужно до этой точки восстановить вот эти вот сантиметры, которые у нас разница. Вот это вот между горловиной и вырезом передней детали. Это, как правило, 10 сантиметров. То есть, нам нужно добавить 10 сантиметров. По сантиметрам вы эту деталь, допустим, 10 сантиметров до половины, и тут 20. У вас высоту должна быть вот здесь вот 30 сантиметров эта деталь. Чтобы у вас был запах, и при этом у вас был вырез горловины. И вот она, эта точка, которую вы здесь, вот, к которой вы должны прийти. То есть, видим, здесь у нас запах. Это уже 30 сантиметров. Здесь у нас разница 10 сантиметров. То есть, мы должны поднять на 10 сантиметров. Дальше все то же самое. То есть, здесь меряем, сколько у нас от плеча. Это неправильно. Вот от плеча сколько нам нужно добавить. Ой, не добавить, а провязать. Вот мы здесь в плече находимся. Вот мы сделали этот запах. Далее, здесь нам нужно связать этот скос, как бы, я уже зашла не туда, ну да ладно. То есть, если здесь у нас по 3 петли, то высоту это где-то получается в четвертом ряду. Приблизительно вы будете сокращать, провязывать по 2 вместе. И я так понимаю, что это должно, ну, в принципе, да, так и есть, девчонки. Значит, в каждом четвертом ряду вы будете сокращать по одной петле, и у вас получится этот скос. Здесь же вы будете, довяжите ровно вот этот вот момент. Вот. И далее что? Далее нам нужно сделать вот этот вот скос. Вот этот скос нужно рассчитывать по плотности вязания, девчонки, потому что зависит от того, сколько, как вы там добавляли. Если вы добавляли, допустим, в каждом шестом ряду по одной петле, вот так вот, то здесь вам нужно... Тут не добавлять нужно, а убавлять. Я не знаю, сказала я, не сказала. То есть, здесь где-то по 8 петель вот будут такие ступенечки. То есть, надо закрывать по 8 петель и подниматься к рукаву. Вот. Ну, возможно, это даже не по 8 петель. Вот в чём за загвоздка, понимаете? Тут сложно угадать. Либо считать по плотности вязания, всё очень скрупулезно рассчитывать. Но это, конечно, на такое подробное видео, что зависит от вас, конечно же. Сам принцип я вам рассказала. Потом сшиваются боковые швы. И вот эти вот. А вы знаете, что у меня ошибка, девчонки? У меня же здесь только. Мне нужно поднимать здесь вот сюда. Вот она ошибка. Я думаю, вы заметили, девчонки. Потому что здесь мне нужно поднять полочку сюда. А здесь потом закрыть на эту высоту. А далее уже продолжать, как я сказала. То есть, здесь у нас она будет вот так вот. То есть, сюда мы поднимаем не 10 сантиметров, а 15. Вот моя ошибка, девчонки. И потом мы закрываем вот эти 5 сантиметров. И далее продолжаем в каждом четвёртом как бы сокращать. Ну, провязывать по 2 вместе. А 5 сантиметров высоту, чтобы у нас была вот эта вот стоечка, как в оригинале вовремя. Хорошо, что вовремя заметила свою ошибку. Вот. Ну, в принципе, всё. Как бы саму систему я рассказала. Ну, и от вас зависит, будем мы хотя бы мини-версию вязать или не будем, девчонки. А ну и потом, понятное дело, что ещё довязывается манжет. Ну, тут уже говорить не о чем. Всё, девчонки. А на сегодня всё. С вами была Вика из Школы Рукоделия. Всем пока-пока.